Мы живем во всех смыслах цветном мире. Нам в нем комфортно и привычно. Так зачем же в 21 веке фильмы иногда снимают в черно-белом формате? И за что некоторые люди так сильно любят старое кино? Нравится черно-белая фильм? Да, атмосфера стояла. Ну да, вполне. А какие есть любимые? Ну, наверное, это больше советского кинематографа. Какие-нибудь девчата, полет, высота. Военные фильмы. Крутые, на самом деле. Это уже теперь так для нас необычно, интересно, ново. Да, люблю. Есть какие-то любимые фильмы? Мне нравились фильмы с Чарли Чаплиным. «17 мгновений весны», «Война и мир». Я их давно смотрела с бабушкой. В годы появления первых фильмов цветной пленки попросту не было. Поэтому все они были черно-белыми. Но позже, когда киноиндустрия шагнула вперед и картины наполнились красками, некоторые режиссеры продолжили снимать нуар. И делают это до сих пор. Изначально, почему режиссеры снимают в черно-белом монохроме? Потому что это изначально задуманная их версия фильма. То есть они адаптируют этот фильм в черно-белом варианте. И он, по их мнению, выглядит выигрышнее, чем в цветном варианте, если смотреть. Черно-белое – это не отсутствие цвета, а большее его присутствие. Так же, как немое кино – не отсутствие звука, а возможность дать волю фантазии, озвучить фильм самостоятельно в своей голове. Правильно снять и подать такие вещи – тяжелая работа и целое искусство. Все равно смысловая направленность, она в этом фильме есть. И от нее не слишком ты уходишь, даже если ты додумываешь какие-то моменты. Сами режиссеры при съемках черно-белого кино в любом случае подбирают цветовые решения. То есть как должны выглядеть герои, что их вокруг окружает. Зачастую режиссеры сами писали как-то в статьях о том, что иногда, если посмотреть в цвете данную картинку, будет слишком ляписто и не совсем красивая постановка цветов. Двуцветное кино живо. Оно до сих пор будоражит умы, заставляет задуматься, присмотреться к деталям и сосредоточиться на сюжете. Старые и новые киноленты сегодня можно увидеть в кинотеатрах. Их показывают в тематические, праздничные и премьерные дни. Мы зачастую, конечно же, показываем черно-белые фильмы. В любом случае они, если сам по себе фильм, как история, как воспоминания, как классика, да, есть свой зритель. Черно-белые фильмы – это не всегда что-то скучное, неинтересное и пресное. Это Андрей Тарковский, Чарли Чаплин, Федрика Феллини. Классика. Сегодня вечером включите свой любимый фильм и почувствуйте ту самую магию. Субтитры подогнал «Симон»!